МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, надеюсь, погода ему будет в помощь. Так, у нас сегодня два часа времени, и первая тема, естественно, посвящена итогам визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Кировской области. Возьмем один частный вопрос, о котором, надеюсь, мы хорошо информируем наших слушателей. Это проект поддержки местных инициатив, который презентовали господину Путину. И разберем, какова была его реакция, и каковы в связи с этим перспективы этого проекта. Мы будем разбирать с профессионалами, с людьми, которые непосредственно занимаются этим проектом. Михаилом Шевелевым и Евгением Дроговым. Добрый день, Михаил. Добрый день. Добрый день. Евгений. Здравствуйте. Представь поподробнее со всеми регалиями. Да, тут очень сложная, конечно, должность. Во-первых, само выражение проект поддержки местных инициатив, это уже четыре слова, представляете, да. Михаил Шевелев, это руководитель проектного офиса консультантов инициативного бюджетирования в Кировской области. А также еще и председатель совета по аудиторской деятельности и привязкой торгово-промышленной палате. Михаил, я все правильно сказал? Все правильно. Как ни странно, аудит и инициативное бюджетирование, они на самом деле сочетаются. И они имеют общее. Потом нам расскажешь, потому что я пока не понял, как они могут сочетаться. Евгений Дрогов, это консультант проекта поддержки местных инициатив в Кирове, тоже человек с большим опытом в этом плане. И директор издательства Украдка. Евгений. Да, все правильно. Все правильно. Тоже сочетаются. Я все правильно сказал. Да, я сейчас не буду цитировать буквально дословно, но близко к тексту передам, что происходило, как говорили о проекте поддержки местных инициатив Владимир Путин и Игорь Васильев. Владимир Владимирович спросил Игоря Владимировича, что он думает о проекте поддержки местных инициатив. И в Рио губернатор сказал, что это замечательный проект, что его нужно поддерживать. И что когда люди участвуют своими силами и своими деньгами в таких проектах, они становятся хозяевами, более ответственно относятся к тому, что происходит. На что Владимир Путин сказал, что даже если деньгами не участвуют, а участвуют только инициативами, уже хороший результат, отметил Владимир Владимирович. А с чего бы, кстати говоря, такой акцент он сделал, такое замечание, что не обязательно деньгами? Вы знаете, нужно сказать, что прежде чем этот вопрос был задан, и прежде чем мы презентовывали, то есть у нас Кашин, да? Санислав презентовывал проект. Это глава Белой Холуниции. Да, глава Белой Холуниции, городского поселения. То нужно отметить, что в своем выступительном слове Владимир Владимирович как раз сказал о том, что в Кировской области реализуются проекты народный бюджет и проект поддержки местных инициатив, причем реализуются с таким очень хорошим качеством. С заметным успехом. Да, и это как раз говорит о том, что Владимир Владимирович похвалил за вовлечение жителей в процесс принятия решений. Он потом неоднократно еще говорил про то, на что он обращал внимание в своем бюджетном послании. Правильно, да? То есть когда он настойчиво советовал главам регионов при принятии решений по созданию, ремонту своей общественной инфраструктуры учитывать глав народа. И также сказал о том, что некоторые главы регионов его не услышали. То есть и таким образом он кому-то погрозил пальчиком, но в данном случае не нам. И это тоже очень позитивный такой момент. Но на самом деле мы с коллегами, конечно, очень такой хорошей эйфорией находимся, потому что работая 8 лет в проекте, конечно, приятно, когда глава государства отмечает то, что мы делаем это достаточно достойно и вызывает такой позитивный отклик со стороны руководителей государства. Евгений, ваша реакция? Надо добавить, наверное, то, что если президент говорит о чем-то, то за его словами стоит большая подготовительная работа и правительства, и администрации президента. То есть вложить в голову и в уста главы государства мысли о том, что ППМИ, в частности, и народный бюджет в Кировской области, это замечательно, значит пройти достаточно большой путь. Вот в этом... Ну, 8 лет не маленький будет, на самом деле, и очень... Нет, тут Женя, скорее всего, имеют в виду, что это сама мысль перед тем, как стать сказанной президентом. Она прошла довольно-таки много согласований и коридоров. Проверок было много по этому поводу. Наверное, такой высокий старт для этого был дан в Совете Федерации весной, когда Кировская область презентовала перед финансистами эти оба проекта. Плюс бэкграундом здесь работает федеральный проект, практика инициативного бюджетирования на базе НИФИ, Минфина. Вот. И то, что для визита в Кировскую область, ну, помимо, конечно, бережливой поликлиники, которую он тоже посетил, ключевым моментом стало обсуждение практик участия населения в распределении бюджетных средств и созыве Совета по развитию местного самоуправления. Который с 2014 года не собирался. Да, это, наверное, знаковое событие и для Кировской области, и для практики инициативного бюджетирования. А вот интересно, Совет собрали, потому что пора было собирать, ну, просто, что было отправной точкой? Почему вдруг Совет по инициативному бюджетированию, да? Совет вообще по развитию местного самоуправления. С 2014 года не собирались, не собирались, и тут бац. Ведь очень долго муссировались там возможные темы по поводу, чего будет собирать Путин здесь народ. И первой темой была все-таки тема борьбы с коррупцией. Ну, если честно, я до этой темы уже слышал предложение, по крайней мере, я не знаю, откуда оно исходило. Возможно, там от московских технологов или еще от кого-то. Политтехнологов. Политтехнологов, да. О том, что темой номер один в Кирове, то, что чем есть смысл гордиться в Кировской области, это все-таки вопросами, связанными с реализацией проекта народный бюджет и проекта поддержки местных инициатив. Женя правильно сказала о том, что в Совете Федерации, когда мы презентовывали проект и вообще Кировскую область, то проект поддержки местных инициатив стал ядром. И, как показала практика, это получилось так. Не случайно. В этом плане мы находимся в таком острие, что ли, в авангарде деятельности во всей Российской Федерации. И, естественно, что в данном случае местное самоуправление, наверное, легло на стол, как основная повестка дня. Мне сложно себе представить, что Владимир Владимирович приехал в Киров, чтобы нам было чем похвастаться. Определить поездку такую, чтобы нам было чем похвастаться. В принципе, мне кажется, свет это нормально. Президент обычно старается подчеркнуть именно хорошие места, хорошее достижение в регионах. Приехать, поругать, это как бы неправильно. Поругать можно вызвать себя на ковер. Возвращаясь к первому вопросу, да, почему там, ну, что вроде и не только с деньгами участие населения хорошо. В этом плане можно просто сказать о том, что в Кировской области мы немножко дальше ушли, чем другие регионы Кировской области. Мы с Евгением Михайловичем принимаем достаточно много, скажем так, участия в реализации вот этого федерального проекта по развитию инициативного бюджетирования. И видим, как развиваются другие регионы. Там наиболее активные, они все-таки вот развиваются, исходя из тезисов, которые были предложены Владимиром Владимировичем. То есть это тезис развития сверху. То есть когда сверху принимаются определенные программы на местном уровне, и вовлечение жителей происходит исходя из потребностей министерства, ну, региональных. То есть в нашем же случае изначально, когда проект строился, во главу угла стояло мнение жителей. И вот когда мы развивали вот этот вот, ну, так скажем, тезисы поддержки местных инициатив, то мы уже в ходе этого пришли к тому, что вложенный рубль, он работает гораздо лучше, нежели там все, ну, просто написанные документы и слова «давай-давай». То есть когда надо и когда вкладывается рубль, все остальное происходит, ну, скажем так, автоматически. Многие другие регионы этого на сегодняшний день не видят, и это нормально. Поэтому вовлечение жителей, когда мы начинаем про это думать, и Владимир Владимирович, в общем-то, про это и сказал, что вы когда начинаете думать про вовлечение жителей, когда не подходите, скажем так, к имитации бурной деятельности в этом вопросе, не занимаетесь бюрократическим футболом, то появляется энергия, энергия неравнодушных активных жителей, которую необходимо использовать. Вот это он пытался, наверное, донести, я не думаю, что услышали все, но для нас это, в общем-то, очень понятно и очень правильно, скажем так. А насчет его реплики, кстати, вот насчет того, что необязательно участвовать деньгами, мне кажется, как раз это подтверждает то, что сказал Евгений. Он был готов к разговору, он прекрасно знал, что кроме ППМИ в Кировской области реализуется народный бюджет, где жители не участвуют рублем, это точно так же прекрасный проект. Тут еще надо сказать, что в этом году стартовал федеральный проект «Комфортная среда», и для реализации Министерству строительства были рекомендованы подходы, которые уже реализуются в инициативном бюджетировании, то есть привлечения широкой общественности, граждан, локальных сообществ для определения тех направлений и тех мест, куда можно будет вложить деньги. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты, после чего продолжим. Напоминаю, у нас в студии Михаил Шевелев и Евгений Дрогов, эксперты в области инициативного бюджетирования и проекта поддержки местных инициатив. Возвращаемся в студию, это «Дневной разворот». Здесь Светлана Занько и Николай Голиков. Мы говорим о проекте поддержки местных инициатив, который презентовали Владимиру Путину буквально в эту субботу с Михаилом Шевелевым и Евгением Дроговым. Смотрите, какая интересная история. Я включилась на трансляцию вот этой встречи ровно в тот момент, когда выступал представитель Татарстана. Мне очень понравилось выступление. Я его смотрела со своими родителями, тоже очень понравилось это выступление. Человек говорил с явным пониманием того, что происходит. Но они делали акцент серьезный на самообложении. У них эта штука работает очень хорошо, а в Кировской области про самообложение я как-то не очень слышала. Что это за чудо такое, что за явление, и работает ли оно у нас? Если нет, то почему? Я недавно докладывал об этом на Приволжской конференции в Ульяновске. Моя задача была сравнить практики инициативного бюджетирования и смежные практики, которые существуют в Кировской области. И вот самообложение – это, наверное, та практика, с которой началось. То есть самообложение еще до институциализации этой формы работы с населением 131-м федеральным законом, который был принят в 2003 году, а вступил в силу в 2006-м, в Кировской области уже существовало. Ты понимаешь, что это закон об основах местного самоуправления в Российской Федерации? Как это было узаконено, такая форма решения каких-то локальных вопросов жителями уже существовала. То есть люди собирались и решали, что они хотят забор на кладбище отремонтировать и готовы скинуться рублем. И эти деньги целевым образом потом тратятся на эти цели. Когда предыдущий губернатор у нас увидел, что эта практика у нас существует, но она работает локально, неравномерно и нет стимулирующих каких-то рычагов, он сначала предложил финансировать 50 копеек на рубль, собранный жителями, потом рубль. На данный момент это полтора рубля на рубль, собранный населением. Так вот, я когда готовил доклад, с удивлением обнаружил, что в некоторых соседних с нами регионах региональные бюджеты финансируют 3, 4 и даже 5 рублей. Я помню, как раз в Татарстане, по-моему, очень чуть ли не 5 рублей. В Пермском крае и в Татарстане 4-5 рублей республиканский краевой бюджет, соответственно, финансируют на рубль, собранный жителями. Тут есть свои плюсы и свои минусы. То есть, с точки зрения развития инициативы, когда на собранный рубль дают 5 рублей из регионального бюджета, и после того, как решения принятые деньги собраны, жители часто уже не вовлечены в дальнейший процесс. То есть, в определение подрядчика, в выполнение работ. То есть, они проголосовали, собрали, получили 80% сверху. И глава потом... Там еще и довольно сложная система принятия решений. Там же референдум, по-моему, проводится долго. Да, там... И причем какие-то сильные ограничения. Конечно, конечно. То есть, если говорить о вопросах, то на первом этапе есть достаточно сильный такой барьер, трамплин, да, который нужно преодолеть. То есть, нужно на референдуме принять решение большинством голосов. То есть, мы знаем, что... Более 50%... Да, то есть, проведение референдума сопряжено с определенными издержками и временными, и финансовыми. В отличие, например, от собрания граждан, да, на котором принимается решение там в ППМИ. Но, тем не менее, такие практики существуют. Вот в Татарстане, мне кажется, финансовые возможности регионального бюджета плюс работающая вот эта практика самообложения сказывается и на том, что они присматриваются к народному бюджету, там, к ППМИ, но... Присматриваются пока. Присматриваются, но не запускают их на своей территории, потому что, может быть, им проще так работать. Но в этом регионе прекрасно работает как раз та практика, о которой Михаил говорил, принять решение сверху. И население на это нормально реагирует, воспринимает. Ну, это ментальность, наверное, еще сказывается. Да, то есть, вот, наверное, как бы вопросы некой культуры управления, да, вопросы традиций, которые существуют, ну, например, в Татарстане они достаточно сильные, да. Результат самое главное этих принятых решений воплощенных. Конечно. И, например, вопросы финансовой обеспеченности бюджетов, то есть то, что работает в Пермском крае, например, да, оно позволяет, скажем так, более жестко, что ли, требовать сглав реализации вот этих вот местных инициатив, которые у них на территории в любом случае возникают. Есть проекты поддержки местных инициатив, нет. Желание людей решить какую-то проблему или сделать какое-то, ну, там, вопросы решить благоустройство, они, ну, подкрепляются, так или иначе, краевыми деньгами, там, областными, региональными. И это тоже, по сути, элемент, ну, такой формы практики ППМИ, но только немножко по-другому работающие, работающие именно сверху. Я могу сказать, вот, например, про Пермский край, о том, что сегодня пришел, там, новый тоже в Рио Пермского края, да, Мартин Решетников, и он во главу угла, вот, на ближайших выборах ставит вопросы самообложения, вопросы более широкого принятия этого института самообложения. И, на самом деле, для местных поселений, там, сельских, городских, более, так, численных, более концентрированных по жителям, он, с одной стороны, вызывает сложности для глав, а с другой стороны, вот этот весь вектор работы на местном уровне с местными активистами, он их, ну, скажем так, воодушевляет на эту работу. Он говорит о том, что, ребята, давайте, мы сами будем делать, мы вложим свой рубль, неважно, там, по каким практикам, скажем так, да, к нам придет дополнительное финансирование, и мы сможем с вами это и сделать. Вопрос в том, конечно, вот, то, что Женя говорил, вопрос в некоторой ответственности и последующем вовлечении жителей в, ну, механизмы реализации. Если брать ППМИ, то это более, скажем, такой ответственный проект, потому что, вкладывая рубль и создавая свою инициативную группу, жители, по сути, участвуют на всех этапах до разрезания ленточки. В вопросах самообложения жители участвуют рублем, участвуют где-то своими инициативами, когда приходят в администрацию и говорят, что мы бы хотели вот эти вот эти вопросы решить, да, но вопросы уже выбора подрядчика, контроля за действием подрядчика, там, реализации технической этого решения, они, ну, просто процедурные, технологические, немножко из него выпадают из этих процессов. И поэтому, ну, тот эффект, который фактически приносится, он, наверное, ну, менее, скажем так, заметен, менее воодушевим, нежели в проекте поддержки. Ну, может быть, это и хорошо, потому что давайте сравним, например, вплоть до того, что контроль, например, на моменте сдачи объекта, пресловутый ФАП советский, да, который принимает несколько раз каждый месяц и все время руководящие чиновники говорят, все хорошо, ленточку разрезали, опять все хорошо, ленточку разрезали, а там опасная для жизни крошка там засыпана на спортивной площадке, это вот и люди видят, как осуществляется контроль и приемка, и между тем мы не видим ни одной площадки, которая сдана по ППМИ, где контролируют сами жители, чтобы была такая ситуация, да? Здесь, мне кажется, еще по поводу вот именно самообложения, вопрос возникает в чем? Люди проголосовали, референдум даже если состоялся, и больше половины избирателей пришли, потом процедура сбора денег затягивается, потому что они свою функцию уже выполнили, вот это, кстати, в той же Белой Холунице, где вот докладывал глава города Кашин, да, там у них все время проблема со сбором денег, вот по самообложению, да, потому что люди свою функцию выполнили и проголосовали, а потом им уже не так интересно, они уже дальше не участвуют. Николай, тут вот разница, самообложение это инструмент, скажем, решения каких-то дополнительных вопросов к бюджету, вот, а ППМИ это инструмент вовлечения жителей в принятие решений, повышение их компетентности, ну, можно перечень вот тех эффектов, которые ППМИ дает там перечислять, но в данном случае мы сравниваем именно это. Вот в народном бюджете там тоже жители не вкладывают деньги, но участвуют, то есть тратят свое время, да, то есть создается бюджетная комиссия, то есть там нет денег населения, и может быть... Нет, но они участвуют там гораздо глубже, они просто в комиссии предлагают, они защищают, участвуют в создании, в разработке смерт, там все прочее, да. Да, они проходят соответствующее обучение и так далее, но в данном случае вот повышение этой компетентности и там финансовой бюджетной грамотности происходит у достаточно узкого круга людей, в отличие от ППМИ, да, где каждый приходит на собрания, там проводятся локальные собрания, то есть вовлеченность гораздо больше. И если вспомнить слова президента, вот последнее о том, что если даже жители не вкладывают деньги, но вовлекаются в принятие решений, эффективность повышается, здесь можно опять же обратить внимание на федеральный проект «Комфортная среда», где уже в некоторых регионах возникают конфликты в тех случаях, когда желания жителей обошли, не прислушались, игнорировали. То есть это говорит о том, что да, там, причем есть же инструменты и в «Комфортной среде», когда помимо базового набора обязательного момента в благоустройство, при желании жители могут дофинансировать те моменты, которые они хотели бы сделать дополнительно. Ну а что касается этой программы «Комфортная среда», с ней не очень все понятно, как она реализуется в Кировской области, на самом деле, до сих пор. Сколько у нас тут не было эфиров по этому поводу, мы до сих пор не поняли, где там было в этом году вовлечение граждан в обсуждение этих проектов. Ну, к сожалению, да. Ну, я вот из того, что знаю, знаю, что в городе Кирово-Чапецке была создана определенная комиссия, которая соединяла, скажем так, возможности участия в проектном режиме решения определенных вопросов по местной инфраструктуре. То есть часть объектов, которые изначально планировалось заявить в ППМИ, ушли в решение вопросов по «Комфортной городской среде», часть вопросов, которые можно было решить, ну, какими-то другими возможностями бюджета, они были именно туда направлены, скажем так, да. То есть какая-то координация произошла, да. Вот эта координация, вот единственное место, где я слышал, это был город Кирово-Чапецк, но там это также еще благодаря тому, что там есть известный всем завод, который тоже формирует свою социальную программу и, скажем так, есть с определенной бюджетом, который он направляет на благоустройство. Для них это помощь, так сказать. Да, да. То есть они и так несут определенную социальную нагрузку для города, да, и что-то создают, помимо там своих обязательств, просто вот из пожелания развить среду для своих сотрудников, да, там. Но в большинстве случаев получилось так, что министерства-то разные отраслевые, которые реализуют проекты. То есть проект поддержки местных инициатив реализует Министерство социального развития, народный бюджет реализует Министерство финансов, проект «Комфортная городская среда» реализует Министерство по строительству. А самообложение курирует у нас Министерство внутренней политики. Да, то есть… Ого! Управление по местному самоуправлению. Разница, скажем так, в руководстве, она также предполагает, и разница вообще проектов, то есть разные проекты, разные цели, как бы они ни были немножко объединены, например, там, необходимостью вовлечения жителей в процессе принятия решения, тем не менее, у проектов цели-то разные, руководство разное. И вот как вот этот вот весь механизм объединять вот в те ключевые, скажем так, направления, которые обозначил президент, вот это, мне кажется, и есть задача для большинства, в общем-то, регионов, для всех регионов. Ну, об этом говорил министр строительства. Господин Мень. Мень, да. И он говорил, что помимо вот комфортной среды, он говорил о том, что вообще в вопросах строительства, застройки, они собираются принять поправки в закон об обязательных процедурах, связанных с общественными слушаниями в таких вопросах. То есть, мне кажется, вот практика и опыт, ну, в том числе, там, ошибки, которые, там, шишки, которые набивают местные органы самоуправления, а потом жители пишут жалобы, там, и в регионы, и там, в администрацию. И тому же меню, господи. И тому же меню, вот, вынуждает даже такое министерство, как министерство строительства, которое, ну, в отличие там, например... Никогда этим не донималось. Да, которое, в отличие от министерства социального развития, которые имеют непосредственное контакт с жителями постоянно, да, министерство строительства такого контакта не имеет, но, тем не менее, вынуждено прибегать к тем же инструментам. Да, сейчас прервемся буквально на две минуты. У нас реклама, после чего продолжим обсуждать проект поддержки местных инициатив и инициативное бюджетирование, как это будет развиваться в нашем регионе после приезда Владимира Путина с нашими экспертами Михаилом Шевелевым и Евгением Дроговым. Продолжается программа «Дневной разворот». Ну, первое. Ключевыми словами, которые обозначены, которые я увидел в стенограмме, я, к сожалению, не смотрел видео, да, то есть я бы назвал слова «доверие», то есть это доверие к власти, доверие жителей к, скажем так, вопросам, которые власть поднимает и к тому, как она решает. А вот это как раз было в связке сказано с бюрократическими процедурами и поверхностным бюрократическим отношением к этим проектам. Абсолютно, абсолютно. И еще это было связано с другими проектами, которые вот мы с вами обсуждаем, да, там самообложение, народный бюджет, ППМИ, комфортная городская среда. Есть еще сами процедуры, которыми жители вовлекаются. Это толстые публичные слушания, различные собрания, которые проводятся с жителями. И вот все эти механизмы, они на сегодняшний день должны быть объединены с еще одной формой. Это форма НКО, которая на сегодняшний день государство также придает очень большое значение. Некоммерческие организации. Да, некоммерческие, там где-то называют их неправительственными организациями. Вот. На самом деле это та форма, которая на сегодняшний день, ну, в силу там определенных причин там внешнеполитических, она очень серьезно развивается. И я слышал, что на следующий год планируется поддержка в виде президентских грантов в размере уже не 4-5 миллиардов, а уже 7 миллиардов рублей. Это повышение возможностей для некоммерческого сектора, для людей неравнодушных, активных, очень большая. И вот это вот соединение возможностей местного самоуправления с учетом вот того, что сказано президентом, с возможностями созданного для неравнодушных, активных граждан, которые объединены там в НКО и в различные другие там самоорганизованные группы, оно по сути строит совершенно новую парадигму развития местного пространства. То есть оно по сути дает карт-бланш людям, которые хотят развивать свою территорию. Это, кстати, взаимосвязано и с той стратегией пространственного развития Российской Федерации, которая была принята и которую мы обсуждали с вами, коллеги. В январе 2017 года. Да, в январе 2017 года, где было просто между строк сказано о том, что как потопаешь, так и полопаешь. То есть кто более активный, кто более серьезно развивает свою территорию и продвигает свои проекты, тот, собственно говоря, и вправе рассчитывать на какую-либо федеральную поддержку. А вот очень интересно, что касается НКО. У нас на прошлой неделе, да, Коль, я вижу, что ты мне уже строишь рожицу, я тебе сейчас передам слово. Что касается НКО, на прошлой неделе мы этот вопрос обсуждали сразу два раза в понедельник и в пятницу. В понедельник с Михаилом Курашиным, который является экспертом в этой области, сейчас поднимает Дальний Восток, между прочим, являясь федеральным экспертом фонда соработничества. А в пятницу с Натальей Оливой, которая представляет фонд президентских грантов, который претерпел серьезные изменения в этом году, и Александром Булдаковым, бывшим специалистом правительства, а ныне экспертом общественной палаты в этом смысле. И приводили тоже слова Владимира Владимировича Путина, который прямо совсем ушел в эту сторону, и риторика последних месяцев, это вот как раз НКО, вовлечение граждан, там нет бюрократизации и прочее. Фонд, созданный по распределению президентских грантов в этом году, единый. Единый фонд. Это тоже в этом же ключе все происходит. Совершенно верно. Так вот он говорил, Путин, что при каждой встрече с губернаторами он будет двигать тему развития НКО. Мы пока не слышали ничего про то, было это или не было на встрече с Василием, судя по отчетам, не было. Но этим заниматься придется. Ну, впереди по 17-й год же, плюс на носу сентябрьские выборы, и надо полагать, что в графике визитов президента в первую очередь те регионы, которым предстоит выбирать глав. Но я немножко о другом хотел сказать, два слова. Я специально, я редко это делаю, но в данном случае специально посмотрел на новостные блоки на центральном телевидении по итогам визита. И надо сказать, что инерция федеральной повестки в СМИ федеральных, она достаточно высокая. И на первом и на втором канале говорили в основном о проекте «Комфортная городская среда». То есть для федеральных журналистов, для федеральных экспертов тема инициативного бюджетирования, тема ППМИ, она не совсем еще понятна. Даже те регионы, там около 40 регионов, которые продекларировали свою вовлеченность в практике инициативного бюджетирования, там около десятка регионов реализуют ППМИ на своей территории. Но в федеральном масштабе это еще маленькая некритическая масса. Чтобы переломить информационный подход к освещению этой проблемы, должно еще какое-то время пройти. Но поскольку мы в этом варимся котле давно, и те, кто читал и смотрел прямой эфир, который, в принципе, на Ютубе есть, я его специально вчера пересмотрел, заметили, то есть те, скажем, ключевые моменты, которые греют слух, ласкают слух для Кировской области. То есть на самом деле работа только начинается. И те же проблемы там Министерства строительства с реализацией комфортной городской среды, где-то они уже заметны в каких-то регионах, а где-то они появятся только после того, как проекты будут реализовываться. И там, где жители не спросили, может подняться волна возмущения. Почему в соседнем дворе сделали подъезд, там скамеечки поставили, а у нас нет. Ну вот, Светлана правильно, в общем-то, вопрос сопоставила то, что как мы-то дальше жить будем? То есть вроде бы у нас все хорошо, да? Но на самом-то деле стать лидером, это сложно, но достижимо. Вот это лидерство удержать каким-либо образом, да? То есть наметить новые вектора развития, наметить вот эти взаимоувязки, как будет, как сказать, сосуществовать. Комфортная городская среда, проект поддержки местных инициатив, народный бюджет, самообложение, поддержка НКО, развитие социального предпринимательства во взаимодействии с агентством стратегических инициатив, скажем, да? Вот все то, что на сегодняшний день на федеральном повестке дня существует, существует в трендах развития вот такого, скажем, социального, культурного слоя на местном уровне. Вот это сегодня для Кировской области становится задачей номер один. То есть я, честно говоря, ну, мне интересно-то это один вопрос, да? Просто профессионально необходимо увидеть, как это будет на сегодняшний день думаться и реализовываться на территории Кировской области, там, на 2018-19 годах. Я как раз почему тут руку-то поднимаю, мне хотелось спросить, все это прекрасно, разговоры об НКО, федеральной повестке, но вот после этого визита Владимира Владимировича что-то и должно изменяться, да? То есть мы начинаем понимать, что должно что-то происходить. Не просто там на уровне разговоров, хорошо или плохо, да? Должно как-то это даже, может быть, формализоваться, находиться вот эти механизмы для взаимодействия разных министерств. Что вы ждете, каких изменений? И что бы вы хотели увидеть? Об этом звучали предложения и просьбы, я не помню представитель какого региона говорил о том, что неплохо бы принять федеральный закон, ну или как-то отразить это в существующих законах, там, в бюджетном кодексе и так далее, чтобы закрепить возможности муниципальных образований заниматься этими практиками. Нет, ну у нас ведь как бывает, у нас, слушай, у нас каждый год бывает один и тот же вопрос. Будет у нас дальше, мы или не будет, да? Вот год из года один и тот же вопрос возникает. Про трудового-то, не по федеральной, а по нам. Именно по конкретной региональной. Нет, я понимаю, но у нас же местное законодательство вписывается в федеральное, да то ведь смешно же. Местное законодательство не может противоречить федеральному, правильно? Но оно может немножко впереди. Может. Вот в Пермском крае такой закон был принят в прошлом году. Что они сделали? Они приняли краевой закон об инициативном бюджетировании. То есть... Им теперь не нужно волноваться, будут деньги или брать. Да, в рамках закона в бюджет закладываются средства. Мы существуем в проектном режиме, да, и в принципе мы вот с Михаилом, еще Николаем Плюсниным вовлеклись в работу, то есть инициировали и предложили общественной палате выйти с инициативой о принятии такого закона в Кировской области. Если это произойдет по итогам встречи и приезда, да, ну, замечательно. Ну, на самом деле, инициировав закон об инициативном бюджетировании, мы, по сути, предложили создать некий ресурсный центр, то есть который бы объединял на базе этого закона всю ту деятельность, которая, ну, развивается под эгидой различных министерств, на самом деле. Ну, правильно, на самом деле, что, например, проект «Народный бюджет» реализовывается министерством финансов. У них есть опыт, у них есть ресурсы, у них есть понимание бюджетного процесса, и, на самом деле, они очень ответственны и, как скажем-то, они посещают бюджетные комиссии, сами ездят, сами рассказывают людям. Ну, это дорогого стоит, когда представители министерства приезжают и рассказывают простым людям о том, как это работает. Вот, поэтому создание такого ресурсного центра, ну, было бы, на мой взгляд, достаточно серьезным шагом, который бы, ну, как минимум, действительно, снял бы вопрос, а будет ли проект в следующем году? Ну, здесь очень важно еще, чтобы работал все-таки синергетический эффект, чтобы все эти проекты, все эти министерства не действовали как лебедь, рак и щука, что часто происходит, да, поскольку они все направлены на одно, чтобы они, эти проекты, друг другу помогали, и тут совершенно правильно вы говорите, Михаил Евгений, что нужно создать какую-то единую концепцию, и чтобы они вливались друг в друга, усиливая. Еще была такая слабая попытка вернуть конву обсуждения, ну, или предложить такую повестку, пересмотреть межбюджетные отношения. У нас же местное самоуправление недофинансировано по всей стране практически, за исключением, может быть, нескольких только субъектов федерации, не говоря уже о региональных там бюджетах. То есть вся система построена так, что деньги регионы отдают федеральный бюджет, а потом просят, да. Но общий тренд, мне кажется, вот как раз в том, что федеральный центр не готов пересматривать существующие межбюджетные отношения, но готов содействовать регионам в развитии вот этих практик, когда эффективность расходования бюджетных средств с привлечением населения демонстрирует, ну, потрясающую высоту, да. Потрясающе немножко. К сожалению, время программы подошло к концу. Я надеюсь, что Игорь Васильев каким-то образом обозначит свою позицию еще и более ярко в свете предвыборной кампании. Вот Михаил приводил пример Пермского в Рио, да, который тоже баллотируется в отношении этих практик. Будет интересно его послушать, его подробную и развернутую позицию по этому поводу. Даже попробуем пригласить его к нам в эфир. Возможно, он об этом поговорит здесь. Спасибо нашим экспертам Михаилу Шевелеву, Евгению Дрогову. Мы с Николаем прощаемся буквально на 20 минут. Через 20 минут с другой темой, но с темой, которая соприкасается с инициативным бюджетированием, с инициативой граждан. Мы будем говорить о развитии проекта «30 скверов» через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин